значит вот мы видим у нас уже есть солдат на этапе трассировки и у нас есть одна проблема то есть не то чтобы большая проблема но в принципе трейсить белое на белом вот у нас тут белый набросок и белые значит заливки не очень удобно нам неудобно отличать что у нас уже от трейсина что еще нет и вообще под вот этим всем белым не видно всяких деталей там складочек тень не очень видно в общем это неудобно поэтому обычно во время трейсинга лучше всего сделать так чтобы набросок оригинальный он отличался от того что мы уже от трейсили причем визуально отличался по цвету радикально и чтоб они друг другу не мешали поэтому мы делаем следующим образом лучше всего заливку сделать каким-нибудь цветом ну другим например фиолетовым вот так в принципе пойдет дальше мы выбираем слой стикмана здесь вот и устанавливаем ему следующие параметры единичку прозрачность и режим смешивания режим смешивания умножение умножение так вот у нас уже лучше теперь мы видим уже по крайней мере где у нас есть заливки где нет дальше мы поступаем следующим образом сейчас мы поработаем с наброском выбираем слой наброска правой кнопкой добавим слой сплошная заливка сплошная заливка так и сделаем ее цвета например зеленым вот таким и режим смешивания выбираем экран вот уже лучше единственное что сильно выпирает все равно все равно сильно выпирает набросок если он сильно выпирает то мы выбираем этот слой и ставим он например прозрачность 0.7 величина опечатался ну и чтобы клеточек не было добавим в самый низ еще один слой сплошной заливки на этот раз белый положим его под набросок вот такая вот схема у нас получается в принципе теперь нам все видно так можно даже 08 сделать все видно и можно спокойно трестить кстати я рекомендую качество отрисовки поставить получше то есть ниже значение у нас тогда качество рисунка будет выше не будет таких искажений а вот эти вообще штуки их вообще можно прибить или скрыть если не мешают все